приветствую всех сборка 5408 новый игровой системный блок и здесь идет упор на современные игры стоит видеокарта rtx 3050 и под эту видеокарту самый минимальный игровой набор собран системник у нас вышел 48 тысяч рублей здесь 27000 рублей это видеокарта процессор intel core i3-10105 f 4 ядра 8 потоков и можно назвать его самым минимальным именно игровым процессором этого процессора будет за глаза хватать для всех современных игрушек и даже видеокарты более высокого уровня спокойно раскроется потому что в играх самое главное это производительность на ядро и стоит у вас i3 и 5 или 7 допустим 10 поколения большую роль не играет потому что здесь участвует 1 поток соответственно надо максимально высокая частота и максимальная производительность в 1 потоке i3-10105 f имеет высокую базовую частоту 37 turbo boost и гонится до 4 и 4 и на все ядра доступна частота 4200 мегагерц на долгосрок при том что у нас процессор не кашный соответственно 65 ваттный и соответственно 4 4 ядром гораздо будет проще держать максимально высокую частоту поэтому каких-то вещах может быть он даже и лучше будет чем i5 конечно же i5 10400 f все-таки будет мощнее по всем статьям но тем не менее частота здесь будет всегда высокая а у i5 допустим в базе 2 и 9 процессор холодный стоит здесь оригинальный металловский кулер который идет в комплекте именно с 10 105 f и этот же кулер идет в комплекте с 7 10 700 медный сердечник довольно таки интересный кулер вентилятор вращается таким образом что у нас охлаждает и цепь питания процессора и оперативка и даже в данном случае чипсы чипсет нас находится недалеко от процессора и потоком воздуха радиатор тоже получает свое охлаждение на 510 чипсете построена материнская плата а срок h510 hvs такая плата поддерживает любые процессоры 10 поколения но по большому счету эти платы рассчитаны под работу не кашных процессоров то есть а и 3 и 5 10 400 10 100 но без приставки кей чтобы у нас power limit был 65 ватт работа с двумя планками памяти максимальный объем 64 гигабайта в данном случае у нас стоит 2 по 8 частота у нас ограничено чипсетом частоты 2666 соответственно выше ставить смысла нет здесь у нас стоит брендовая память patriot два модуля по 8 работает спокойно в двух канале накопитель у нас скажем так на минималках сделали таким образом чтобы ценник у нас не увеличивался все таки это у нас минимальный вход в хорошую видеокарту соответственно ssd 128 фирма не так и чтобы у нас хватало места мы поставили жесткий диск на 500 гигабайт фирмы western digital синяя серия в общем классическая схема диск c диск d 128 плюс 500 но при желании есть еще два сата порта и здесь есть корзина по два жесткий диска 3,5 дюйма либо 2,5 дюйма можно повесить в общем накопитель еще добавить можно видеокарта geforce rtx 3050 на 8 гигабайт gddr6 в данном случае пожалуй это самое недорогое решение от фирмы кафа 2 на одном куре но тем не менее идут тепловые трубки 8-пинная колодка дуб питания карточка холодная вообще 3050 довольно таки холодная карта 8 гигабайт gddr6 памяти преимущество от rtx 2060 rtx 3050 все-таки немножко слабее чем 2060 это технология dlss второй ревизии соответственно там где технологии используются прирост производительности довольно таки высокий а если у нас будет вторая серия видеокарт rtx of то производительность будет даже ниже в этой видеокарты чем rtx 3050 то есть вот такой вот есть момент dlss эта технология позволяет повысить количество кадров в секунду в тех играх где эта технология используется на основе искусственных интеллекта используется она в ядрах там где используется трассировка лучей rtx ядра в общем хорошая добротная видеокарта и скажем так чтобы повысить дальше производительность нужна видеокарта уровня 3060 360 ти где надо переплатить примерно тысяч так 10 а порой и 15 но здесь данном случае это минимальный вход те видеокарты на которых на разрешение full hd все будет прекрасно сейчас у нас тест идет в 2к разрешение без каких-либо технологий dlss и пожалуйста 44 кадра в секунду у нас видеокарта показывает соответственно full hd разрешение а 2к это два монитора full hd у нас те же самые заветные кадры секунду будут 80-100 блок питания на 600 ватт фирма аккорд вполне его будет хватать для этой видеокарты блок питания вполне себе честный за свои деньги из бюджетных блоков для нас это самое лучшее ну и корпус аэрокул стрик с такой симпатичной подсветкой rgb которая регулируется ну и сбоку будет прозрачная боковая панель в общем в 48000 мы получили игровой системный блок еще и на видеокарте rtx ну и если надо уж будет всегда можно будет процессор в будущем и проапгрейдить ну а пока можно спокойно наслаждаться всеми современными играми и ни в чем себе не отказывать и и и и и и и и и Продолжение следует...